Но мало кто знает о поражении организма тяжелыми металлами, накоплениями их в организме за счет как раз потребления дрожжей в пищу посредством, например, хлеба. А вот перед вами список, согласно ГОСТу 171-81, ГОСТ на дрожжи хлебопекарские прессованные. Так вот, по ГОСТу их производство предусматривает добавление в среду, применение 36 основных и 20 видов дополнительного сырья. Я лишь скажу о некоторых. Аммоний, сернокислый аммиак, кислота серная, аккумуляторная, пеногасители. Но все это ерунда, дорогие друзья. Формалин. Все, приехали. И не надо удивляться о всплеске онкологии, особенно с 70-х годов. Что уж говорить о 90-х годах, когда ТУ заменили ГОСТ. Кто знает, какие дрожжи используют сейчас массово промышленно. Какую среду используют для их роста производства, воспроизведения колонии дрожжей. Да, дорогие товарищи, это вам не ГОСТы 30-х годов, когда все было натуральное. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня будет важнейшая тема. Дрожжи. Говоря слово дрожжи у людей ассоциация хлеб. И это понятно. Давайте разберемся в этой теме, поставим точку раз и навсегда. Традиции. Некоторые думают, что дрожжи использования дрожжей это уже традиция. На Руси хлеб пекли не на дрожжах, а на заквасках. И не только на Руси. А до 40-х годов во всем мире и у нас в стране пекли хлеб на заквасках, даже промышленно. Итак, дрожжи это огромная группа грибков микромицетов, то есть низших грибков. Это одноклеточный организм. Размножаются они вегетативно, то есть почкованием, делением. Их более полутора тысяч видов. В природе они есть и были и будут всегда, но только другие, не те, которые выведены селекционно, а сейчас уже говорят, даже генномодифицированы. Сегодня в промышленности используются те дрожжи, которых нет и никогда не было в природе. Дрожжи могут жить и размножаться даже в отсутствии кислорода, то есть анаэробным путем могут размножаться. Они обладают уникальной выживаемостью и приспособляемостью. А в присутствии кислорода они выделяют спирта, если углеводов много в продукте, который они едят. И углекислый газ, за счет чего хлеб и становится таким рыхлым, текстурой и пузырчатой, и быстро встает, поднимается. Низшие грибки и дрожжи вызывают брожение. Что такое газообразование, говорят в кишечнике, газообразование? Это в основном не работа бактерий, в основном это работа грибков и не только дрожжей, но и других грибков микрометцетов. И об этом у меня были подробные видео, несколько из них сейчас на экране перед вами, а ссылочки будут в описании. Вы только вдумайтесь, один кубический сантиметр современного промышленного теста содержит около 120 миллионов клеток дрожжей. Пройдя термообработку, современные дрожжи не погибают в полном объеме. Попадая в организм человека, они тоже не погибают в полном объеме и вызывают брожение и гниение. Создают среду для развития уже патогенных бактерий. Почему же люди, некоторые врачи еще говорят, хотя сейчас уже меньшая степень, о пользе дрожжей раньше говорили? Потому что в них содержится много витаминов группы В, белков, то есть аминокислот, различных жирных кислот и так далее. Кладезь, что называется. Вот на каком основании о пользе шла речь. Но мало ли что они содержат или еще что-то на планете что-то содержат. Вопрос в другом. Как они действуют, живут, размножаются, что потребляют в пищу и что выделяют в результате своей жизнедеятельности. А тем временем немцы в конце 30-х годов вывели новый штамм дрожжевых грибков, термофильный, стойкий к высоким температурам, которые очень быстро и активно поднимали тесто, в разы быстрее, чем закваски, на которых весь мир, как я уже говорил, пек до того. Был создан особый штамм этих дрожжей. И они потребляли в пище уже не то, что им давали в виде теста, но и попадая в организмы, выживая, питались за счет среды организма, за счет питательных веществ организма и за счет клеток, различных путем их замещения более слабых собой. Образуя колонии и подчиняя, по сути, организм себе, с очень неприятными последствиями, о которых чуть дальше. Уже в 36-м году Геббельс говорил, что нужно убрать этот хлеб, полученный на этих дрожжах, из рациона немецких солдат. Но в другие страны, особенно в СССР, нужно добиться экспорта. Но не добились. И только после войны, как трофей, эти дрожжи попали в СССР и позже стали использоваться в промышленности пекарной. Позднее французский ученый профессор Вольф доказал, что дрожжи вызывают онкологию. Рост раковых клеток в пробирках был в три и более раз выше, чем без питательной среды. Убирая дрожжи, раковые клетки останавливались в развитии. Сейчас наука фунготерапии установила абсолютно точно, что онкология – это не что иное, как перерожденные грибки, микромициты, различных совершенно родов, видов, семейств, не только речь про дрожжи. Это и аспергилиус, и кандиды различные, и прочее, и прочее. Обязательно посмотрите вот эти мои видео про грибки и онкологию. Посмотрите, прослушайте все причинно-следственные связи, процессов и явлений. Вы все это поймете. Кто не смотрел эти видео, обязательно посмотрите. Помимо опухолевых процессов, дрожжи вызывают проблемы пищеварения, дрожжи вызывают аллергические реакции, астмы. Кстати, чайный гриб содержит колонии кандид, кто не знал определенных видов. Дорогие товарищи, а хотите, чтобы я сделал видео вот по такой теме? Все самое важное о витамине С. Как не допустить образования камней в почках? Как определить дефицит витамина С по вполне явным признакам, которые есть у многих сейчас? Каковы же симптомы дефицита витамина С? В чем польза витамина С и лимонного сока? И что мешает усвоению витамина С даже при его избытке с пищей? Это очень важная тема, она многогранна, она недосказана, и я могу кратко, емко, при этом полно осветить эту очень важную тему. Если вы хотите, чтобы я снял такое видео, тогда прямо в комментариях под этим видео, которое вы сейчас смотрите, напишите. Да, сделайте такое видео о витамине С. Для вас это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, не безразличие ваше, для кого, собственно, я это делаю, а мог бы что-то другое сделать и потратить время, с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график и обязательно сделаю. Знаете, мои новые зрители, что у меня есть второй канал, он называется «Жизнь на земле». Посмотрите вот хотя бы эти видео с моего нового, второго канала. Особенно, кто любит природу, жизнь на земле, кто хочет переехать в экопоселение, в деревню. Я советую посмотреть хотя бы эти видео. Как мы строили дорогу, как мы строили супер-эко-курятник, про наши электрические трициклы, про уникальный зимний сад. Ну, а на этом моем главном канале я рекомендую посмотреть хотя бы вот это видео. Зачем я переехал на землю и строю образцовое мегахозяйство на 150 гектарах. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Внимание, на ярмарки по продуктам мы больше не ездим, не участвуем на них из-за увеличения объема продаж и невозможности отвлекать от процессов сборки ваших же заказов наших сотрудников. А я лично больше практически не приезжаю в Москву и все время нахожусь в моем хозяйстве в Пушкинских горах в Псковской области. И потому всю нашу продукцию, наши продукты, товары, приборы вы можете купить только на нашем единственном официальном сайте надгард.ру. Мы отправляем наши продукты, товары в любые точки России и мира, где бы вы ни находились. А на территории Украины у нас есть наш представитель. Это сайт Лавка Фролова в Киеве. Ссылка будет в описании. Да, также под этим видео будет ссылочка на продажу большой территории в 160 гектар с двумя ледникового происхождения озерами. Тоже в Псковской области, но в другом районе. Посмотрите в описании по ссылочке. Кому будет интересно. Обратите свое внимание еще на два данных вопроса. Это осанка, это здоровье позвоночника. В этой связи посмотрите вот эти видео про уникальное провило и шапку глисона. А второе это про конторки, про работу за специальными конторками стоя, а не сидя. Изучите эти вопросы. Ссылки будут в описании. И да, кому интересно, посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Между прочим, температура 98 градусов по Цельсию, при которой погибают, как заявляют сами пекари, все грибки, дрожжи, внутри мякиша хлебного температура достигает всего 70 градусов. И даже этот факт говорит о том, что грибки погибают не все. Скажите, а хлеб полежит и плесень потом идет. Это как? Откуда она взялась? Не только из воздуха и не всегда, а в основном из самого нутра хлеба, как раз по этой причине. Более того, дрожжи, попадая в организм человека, не дают питательные вещества ему, а наоборот, начинают потреблять и витамины, и минералы, и другие жизненно важные элементы из самого организма, истощая его. Безусловно, самые вредные дрожжи, это именно пекарские термофильные современные дрожжи. Еще раз, до 40-х годов в России всегда пекли хлеб на заквасках. Мелевых, ржаных, солодовых и других. Симбиотические грибки и бактерии, которые обитают в колосьях ржи, пшеницы, других злаков и псевдозлаков, когда размалывают, скажем, зерно в муку, наливают в воду, делают тестообразную консистенцию, ставят рядом, скажем, с полем ржиным, то грибки заселяются естественным путем, переносом ветра, и начинает тесто становиться в опару, набухать, грибки начинают потреблять. Симбиотические, родные. И это совершенно другое дело. Это безвредные технологии так раньше и делали. Это один из способов получения закваски, такой природной, симбиотической. Я сам раньше, лет 15 и более назад, держал такую закваску и сами пекли такой хлеб. Сейчас мы хлеб не едим вовсе, но причины здесь другие. Кстати, посмотрите мое видео «Хлеб», и вы все поймете. Кстати, рецепты заквасок были секретны, во многих семьях передавались столетиями. Почему же термофильные дрожжи вытеснили закваски? Все очень просто. Быстрота и удобство, лень человеческая. Удобно достать из морозилки или сухие, тем более, дрожжи. И понеслось. Ну, а в промышленности, сами понимаете, время-деньги. Когда не на 2-3% промышленности, а на сотни процентов, в разы быстрее тесто встает, то, конечно, использовать выгоднее такие дрожжи. Закваски же нуждаются в уходе, в холодильниках или погребах. В общем, ухаживать нужно. А дрожжи купил и использую, удобно. Все же делается для нашего блага, не правда ли? Если бы было бы вредно, то это бы не продавали, не так ли? Неужели есть еще такие люди, кто в это верит? Итак, используя такие дрожжи, хлеб быстрее выпекается, меньше нужно муки, он более воздушный, удобнее хранить, дешевле в себестоимости. Все, выгода. В чем же заключается вред хлебопекарных дрожжей для организма человека? Ну, про опухолевые процессы я уже сказал, и были у меня отдельные видео, вы их потом обязательно посмотрите. А помимо, есть еще проблемы? Дрожжи нарушают работу симбиотической микрофлоры, замещая ее, и запускают гнилостные процессы в кишечнике. Возникают различные дисбактериозные состояния, нарушение кислотно-щелочного баланса, происходит закисление организма, расходуются кальций и другие щелочные металлы, а значит, постепенно, плавно происходит разрушение скелеток, старости перелома шеек бедра и так далее, и так далее. В результате закисления организма происходят различные язвенные процессы, запоры, другие желудочно-кишечные проблемы. Но мало кто знает о поражении организма тяжелыми металлами, накоплениями их в организме, за счет как раз потребления дрожжей в пищу, посредством, например, хлеба. А вот перед вами список, согласно ГОСТу 171-81, ГОСТ на дрожжи хлебопекарские прессованные. Так вот, по ГОСТу их производство предусматривает добавление в среду, применение 36 основных и 20 видов дополнительного сырья. Что это за сырье и компоненты? Читайте. Вот перед вами идет список. Я лишь скажу о некоторых. Аммоний, серно-кислый аммиак, кислота серная, аккумуляторная, пеногасительный. Ну все это ерунда, дорогие друзья. Формалин. Все, приехали. И не надо удивляться о всплеске онкологии, особенно с 70-х годов. Что уж говорить о 90-х годах, когда ТУ заменили ГОСТ. Кто знает, какие дрожжи используют сейчас массово промышленно? Какую среду используют для их роста производства воспроизведения колонии дрожжей? Да, дорогие товарищи, это вам не ГОСТы 30-х годов, когда все было натуральное. Надо ли говорить, что при таком составе естественен рост, помимо онкологии, любых кишечных, желудочно-кишечных заболеваний? Заболеваний кровеносной и кровотворной системе? Ну а про образование тромбов, заболеваний печени и почек я уже не говорю. Кстати, мало кто знает, что в результате спиртового брожения, применяя дрожжи, образуются еще такие прелестные вещества, как ацетилметилкарбинол, диацетил, масляный альдегид, изоамиловый спирт, диметилсульфид и другие. Все данные вещества являются токсичными, но именно они придают хлебу такой привычный специфический вкус, впрочем, который очень сильно изменился на рубеже 80-х-90-х и не являлся таковым в 30-х-40-х годах. Но ведь для большинства людей главный вкус и аромат, не правда ли? Кстати, о негативном влиянии дрожжей на организмы людей и животных писали различные ученые, вот список некоторых из них. Ну а что же делать? Как изменить положение вещей? Да очень просто. Первое. Отказаться от любого промышленного хлеба, хлебобулочных изделий и всего, что связано с мукой и дрожжами. Это первое. Второе. Если уж вы очень хотите хлеб, то пеките его сами или покупайте его у тех, кто применяет натуральные, естественные, симбиотические закваски и размалывает не сухое зерно, а пророщенное. Хотя бы там меньше лектинов будет, а это очень важная тема. Еще раз. Посмотрите вот это мое видео «Хлеб». Вы все поймете, о чем я сейчас говорю. Итак, никакой выпечки, ни с каких пекарен. По многим причинам здесь сэкономите свое здоровье. Откажитесь от сладкого, от синтетического на всю жизнь. Никакого синтетического сахара, ни в каких печеньях, крекерах, тортиках, конфетах. Это неестественный продукт, который не растет ни на грядках, ни на деревьях, нигде. А натуральные сладкие ягоды и фрукты временно исключите из своего рациона питания на 3-4 месяца лечения, избавления от грибков в организме. Перейдите на эти 3-4 месяца на веганскую кето-диету. Вот это видео поймете, что я говорю, посмотрев видео, то есть почему и зачем. Почему важно перевести метаболизм, биохимию организма в плане энергополучения клетками энергии с расщепления глюкозы на расщепление жиров? Я там досконально это поясняю. Обязательно пройдите антипаразитарную программу. Это всего лишь один месяц. А после нее 3-4 месячный минимальный курс противогрибковой, противоопухолевой, противовоспалительной терапии. Подробно я об этом рассказываю в двух своих лекциях. Гриб веселка и гриб шитаки. Непременно их посмотрите. А у кого, не дай бог, доброкачественные и тем более злокачественные опухоли, категорически посмотрите мое видео «Общие принципы лечения онкологии». Досконально все конспектируйте, выписывайте и учтите все, о чем я там говорю. И посмотрите те видео, о которых я там рассказываю. И законспектируйте и их. Посмотрите все мои видео о грибках и онкологии. Вот они сейчас здесь пролистнутся, а по ссылочкам будут под видео. Не поленитесь, вы свою жизнь сэкономите, свое время – это не трата времени, а приобретение времени. Сода, но только химически чистая, обязательно применяйте ее, как я рассказываю в своем видео «Сода». Закисленные организмы обязательно надо защелачивать. Щелочная среда – это та среда, в которой не развиваются грибки. Ну, подводя итог, что хочу сказать. Дорогие друзья, будьте здравомыслящими людьми. Не идите на поводу собственной лени и глупости. Но пора уже беспрекрасно, честно, посмотреть на мир, каков он есть. И выбрать для себя тот путь, по которому мы хотим идти. Либо быть здоровыми людьми, увеличить этот шанс, по крайней мере. Или точно быть больными и умереть от серьезных заболеваний. Современный мир предлагает нам огромный выбор этих заболеваний. И огромное количество факторов, которые ускоряют процессы возникновения тех или иных заболеваний. Впрочем, об этом на моем канале вы узнаете все. Только не ленитесь и смотрите мои видео. Они помогут вам прожить дольше и быть здоровыми людьми. Если, конечно, вы будете не лениться. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь. Нажмите слово «Еще» в Ютубе под этим видео. Откроются ссылочки. Но прочтите все эти ссылки. Посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.